Друзья, у нас тема лагеря, тема серьезная, просьба, просьба, с которой псалмопеец обращается к Богу, научи меня исполнять волю Твою Божию. Друзья, почему эта тема важна? Потому что Христос сказал, не всякий, говорящий мне Господи, в Господи войдет в Царство Божие, а кто? Исполняющий волю Отца моего Небесного. То есть не тот, кто знает эту волю, не тот, кто о ней может красиво рассказать, не тот, кто может убедительно что-то сказать, но тот, кто живет в соответствии с этой волей, может войти в Божие Царство. И потому наша задача, как христиан, как учеников, а в начале христиане назывались учениками, учиться исполнять волю Господню. Друзья, я хотел бы сейчас порассуждать о Божьем пути. Для этого, у кого есть Библии, давайте мы откроем книгу притчей, 10 глава, 29 стих. Хотелось бы обратить внимание на этот стих, и моя проповедь будет ответом на один вопрос. О чем говорит 29 стих книги притчей из 10 главы? Итак, давайте мы его прочитаем. «Путь Господень, твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие». Еще раз, друзья, для тех, у кого Библии нет, я прочитаю, чтобы этот текст запечатлился в вашей памяти. «Путь Господень, твердыня для непорочного и страх для делающих беззаконие». «Путь Господень». То есть, у Господа есть путь. Но если мы вникнем в это слово, мы можем отсюда для себя многое извлечь. Путь – это та дорога, по которой идет человек. То есть, Бог хочет для человека приготовить какую-то дорогу, и она готова. Бог хочет, чтобы человек шел каким-то путем. Каждый путь, он имеет границы. И путь Господень тоже имеет границы. Написано, что эти границы узкие, и он узкий и тернистый. Эти границы, они очерчены в Слове Господнем, Его заповедями. Любой путь он имеет направление. Мы читаем в книге притчей, что путь жизни мудрого куда направлен? Вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Мы можем таким образом сказать, что путь Господень, он направлен вверх, в Царство Божие. И любой путь он имеет конечную цель. Путь Господень, он приводит идущего к вечной, блаженной цели, к Божьему Царству. Братья и сестры, не у всех к пути Господневу одинаковое отношение. Кто-то этим путем идет. Кто-то радуется, потому что на этом пути встречает благословение. Ему хорошо. Он любит этот путь. А кто-то против этого пути поднимает мятеж. Когда мы читаем народ израильский, его историю, когда он шел из Египта в пустыню путем Господним, мы видим, что как раз вот те люди, которые этим путем шли, они этот мятеж и поднимали. Пусть не все, но некоторые постоянно были недовольны. То вода соленая, то солнце сильно светит, то манна им надоела, то Моисей какие-то не те методы предпринимает. И вот постоянно у некоторых людей был мятеж. Они проявляли открытое возмущение. Слово Божие говорит, что все те, кто этот мятеж поднимали, они, друзья, в землю обетованную не вошли. Костями пали в пустыне. И только двое, те, о которых сказано, был в них иной дух, и которые Богу совершенно повиновались, они этим путем прошли до конца. Ну, братья и сестры, сегодня у людей примерно тоже такое отношение. Кто-то пытается поднять мятеж, кого-то что-то в пути там не устраивает, друзья. Ну, согласитесь, где-то нам приходится с этим сталкиваться. То правила в церкви сильно строгие, то братья сильно жесткие, завышенные требования предъявляют, то юбки сильно длинные носить надо, то в социальные сети почему-то нельзя заглядывать. Вот и постоянно у человека какое-то возмущение. Вот путь Господень не нравится, друзья. Но путь Господень, это путь хороший. И тот, кто идет этим путем, он обязательно войдет в небо. Второй момент, друзья. Этот стих говорит о том, что у Господа путь один. Путь Господень, твердыня для непорочного. Не сказано, пути Господни, твердыня для непорочных. Путь Господень в единственном числе. Почему? Потому что Господь один, и путь у Него один. В этом мире по-другому. В этом мире даже есть такая пословица. На вкус и цвет, что товарищей нет. И потому, раз на вкус и цвет товарищей нет, то дьявол для каждого товарища свой путь со своим вкусом и цветом. Для тебя такой путь, для тебя такой путь. У тебя такие интересы. Здесь для тебя все, что хочешь, только иди не путем Господнем. Друзья, вот так вот в этом мире. Но у Господа путь один. И нет других вариантов. Дальше идем. Друзья, о чем еще этот стих говорит? Он говорит о качестве пути. Вот здесь я хотел бы обратить особое внимание. Путь Господень чем является? Друзья, кто имеет Библию и кто запомнил текст? Давайте мы вспомним. Путь Господень – твердыня для непорочного. То есть это не просто дорога, это не просто направление, как в этом мире, знаете, особенно раньше путники, отправлявшиеся в дальние странствования, они находились в определенной опасности. Нужно было брать охрану и караваны, которые следовали, особенно через пустыню, они, как правило, были вооружены. Почему? Потому что путь представлял для человека опасность. Были те, кто пытался ограбить, убить, и люди подвергались опасности. Но у Господа путь не такой. Его путь является твердыней. Вот само слово твердыня, оно имеет несколько значений. То есть твердыня – это то, что неизменно. Это то, что прочно. Это то, что безопасно. И вот если мы посмотрим на путь Господень, то все эти три определения, они раскрывают красоту этого пути и его стороны. Первое – неизменность. Вот уже две тысячи лет путь евангельский, он неизменен. Друзья, вот то, что написано в Священном Писании, оно до сих пор не изменилось. Библия, она, как слово Господне, вчера, сегодня и вовеки актуально и неизменно. Да, сейчас в наше время, друзья, много-много попыток это слово изменить. То ли различные переводы, может быть, какие-то комментарии. И сегодня сатана, он особенно в этом направлении предпринимает старания, чтобы у христиан забрать слово Господне, которое говорит о пути Господнем. Чтобы сдать такую мысль вложить, что сейчас путь Господень, он изменился. И то, что Бог говорил вчера, ну сегодня это вовсе не обязательно для исполнения. Друзья, это большое искушение. Пусть Господь нам, как Его ученикам, поможет бодрствовать. И помнить, что путь Господень, он неизменен. Этот путь прочен. То есть воля Господня и тот, кто исполняет волю Господню, друзья, он на верном пути. Когда человек совершает чью-то волю, вот человеческую волю, то человеческая воля может столкнуться с обстоятельствами. Человек может просто не справиться с задачей. Но тот, который ставит в жизни целью быть Богу послушным, вот сделать то, что Бог говорит, на своей стороне имеет самого Господа, в руках которого обстоятельства. И тот человек, который исполняет эту волю, пройдет этим путем до конца, потому что путь этот прочен. И третий момент, этот путь, он являясь твердыней, является путем безопасным. Когда я рассуждал над этой темой, друзья, я вот вспомнил сами из неверующей семьи. И пришлось мне видеть жизнь из своих одноклассников, которые в этом мире. И, друзья, человек, живущий в этом мире, не уверен в завтрашнем дне. Тот путь, которым он идет твердыней, не является. Человек, живущий в этом мире, он постоянно находится в страхе. Да, люди на что-то надеются, люди строят планы, вот они стараются все рассчитать, все продумать, чтобы эти планы, они обязательно состоялись. Люди предпринимают большие усилия, чтобы достигнуть своих целей, но тем не менее, они не уверены в завтрашнем дне. Особенно наше последнее время с его нестабильностью в людей внушает страх. Путь человеческий, пути мира этого твердыней не являются. Живем в том регионе, где совершенно недавно проходили боевые действия. До этого жизнь шла совершенно размеренно. И никто из нас не мог, братья и сестры, представить, что в нашем регионе, в Европе, вот такое начнется. У людей были планы, расчеты, кредиты, проекты, но война ворвавшаяся, которая не предупредила, она все разрушила. Друзья, этот мир вон такой, но Божий путь совершенно другой. Путь Господень является твердыней. Человек, который идет Божьим путем, он может быть уверен, что Божья воля, она нерушима, что Бог с ним. Он может иметь внутренний мир, покой и уверенность в завтрашнем дне, даже тогда, когда вокруг тяжело. Я несколько примеров библейских вспомнил, вот по этой теме. Друзья, первый пример это жизнь Авраама. Друзья, для Авраама путем Господним была жизнь в Ханаане. Он должен был выйти из Ура Халдейского и прийти в землю ханаанскую. Вот Авраам этим путем пошел. И когда он пришел и жил некоторое время в Ханаане, написано, наступил голод. И что Авраам предпринял, братья и сестры? Что Авраам сделал, когда в Ханаане хлеба не стало? В Египет пошел. Вот интересно, что Бог не повелевал ему делать этот шаг. Шаг в Египет, это был шаг человеческих рассуждений. На первый взгляд, рациональный и мудрый, идти туда, где хлеб. Но для Авраама территорией безопасности путем Господним был Ханаан. Мы видим, когда Авраам покидает этот путь, уклоняется туда, в Египет. То что там происходит, друзья? А вот там Сара, жена Авраама, попадает в Гарем к фараону, к царю египетскому. Ну такая ситуация совершенно немыслимая, неприглядная. Авраам, что произошло? Почему? Ну да, Бог мешался, Бог защитил. И Авраам вернулся туда, откуда пришел в Египет. Написано, ушел от Вифиля от жертвенника и вернулся к тому жертвеннику. Вот на то место, где имел с Богом общение. Вспоминается другой случай жизни Авраама. Когда он жил в Ханаане, приходит царь Месопотамский, Кедра-Лаамер, поражает пять царей Ханаана, вступает с ними в сражение, одерживает победу, берет в плен племянника Авраама. Вот человек, друзья, Авраам, человек посторонний, собирает отряд военный, в погоню за этим царем, разбивает его войско, освобождает племянника своего. Друзья, большая разница, почему? Почему там Авраам вот в таком положении испугался, говорит, царь, а ты скажи, что ты моя сестра, не говори, что ты жена моя. Авраам, почему ты боишься? Почему здесь ты не испугался? Почему ты пошел в погоню за царем Месопотамским, друзья, царь Месопотамии, это большая обширная территория, богатое государство? Потому что там Авраам на пути Господнем. Это твердыня. Это то место, где он понимал, что находится в безопасности. И над ним особая божественная защита. Друзья, мы можем вспомнить, мы можем вспомнить путь апостола Павла. Его схватили в Иерусалиме и в Рим. И апостол Павел понимает, что путь его, как узника в Рим, это путь Господень. Бог говорит, ты будешь в Риме там свидетельствовать обо мне. Но путь в Рим не был гладким. Когда они плыли, корабль попал в сильную бурю. И даже опытные мореплаватели, видя шторм, многие дни не было видно ни солнца, ни звезд. И написано, пропала, исчезла всякая надежда ко спасению. И вот среди этих обстоятельств, когда люди в отчаянии, когда человеческие твердыни разрушены и уже нет надежды на спасение, среди этого множества стоит один человек и говорит, не бойтесь, Бог даст нам спасение. Мы останемся целы. Бог явился мне. Этим человеком был кто? Апостол Павел. Апостол Павел, почему ты так уверен в том, что все закончится хорошо? Потому что это путь Господень. И Бог говорит, я даровал тебе и плывущих с тобою. И Павел, имея эту уверенность, понимая, что он на верном пути, он спокоен. И он имеет силу успокоить других, потому что это твердыня. Твердыня для кого? Для кого путь Господень является твердыней? По тексту. Для непорочного. То есть, для того, кто этим путем идет с радостью, кто внутренне к нему расположен. Написано, этот же путь, который является твердыней, для делающих беззаконие является страхом. Вот, кстати, если мы посмотрим на жизнь людей в мире этого, на их отношение к христианам, ну, примерно вот такое состояние. Это страх. Вот посмотрят на многодетную семью, и у них страх. Вот, у них страх. У них масса вопросов, как кормить детей, как вы живете. А если еще поближе познакомиться, у вас телевизора нету, как вы живете без телевизора? Это немыслимо. Вот вы на собрания ходите, вы так одеваете, и у них страх, друзья. Почему? Путь Господень – страх для всех делающих беззаконие. Но, но, если мы этим путем идем, если наше сердце к нему расположено, друзья, если мы ученики, то он для нас будет твердыней, и мы пройдем до конца, и войдем в Царство Божие. Пусть Господь нас в этом благословит, мы в наших молитвах к Богу обратимся, преклоним колени сердца. Аминь.